Музыка Коллеги, всем привет. Давайте будем рассаживаться и начинать. Да, очень рад вас всех видеть. Давайте знакомиться. Меня зовут Гаврухин Дмитрий. Последние пару лет я работаю над таким проектом, как Apache Ignite. Кто не знает, это довольно большой проект, но в одной из своих ипостасий он является распределенной с OBD. И у него есть свой движок для хранения данных на диске, над которым я довольно много работал и в ходе этой работы собрал довольно много интересных вещей и каких-то неочевидных особенностей при работе с файлами, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите писать высокопроизводительные приложения. Давайте такой маленький соцопресс. Кто-нибудь вообще с файлами работает на прямую? О, отлично. А кто-нибудь планирует? Ну, в будущем, возможно, проекты, которые, так сказать, будут затягивать. Ага, понятно. Итак, что нас сегодня ждет? Мы пойдем по классической схеме снизу вверх, немножко обсудим устройство хранения, то есть пойдем снизу вверх от девайсов, потом обсудим уровень операционной системы и потом уже наш рантайм Java, посмотрим на то, что можно ускорить на какие-то подводные камни, которые там есть. Но прежде чем говорить о устройствах хранения, стоит, наверное, поговорить о такой очень важной вещи, как тип нагрузки. То есть, когда вы работаете в вашем приложении с файлами, вам всегда нужно думать о том, в каком именно режиме вы работаете с файлом, потому что ничто более, как тип нагрузки, не влияет на то, какой результирующий производительность вы получите. У нас какие бывают типы нагрузки? У нас бывает последовательное чтение, последовательная запись, случайное чтение, случайная запись и комбинированный режим, когда мы случайно пишем и читаем одновременно. Почему это важно помнить? Да потому что разные типы устройств умеют обслуживать разные запросы с разной производительностью. И я вот на своем лэптопе сделал такой небольшой замер. Цифры в абсолютном значении ничего не значат. Они просто показывают то, насколько отличается нагрузка, точнее, то, насколько отличается время обработки файлов в зависимости от нагрузки, которую вы используете, при увеличении объема файла. Довольно сильная корреляция. Если это все положить на график, то можно увидеть, что конкретно мой девайс довольно хорошо умеет читать, в принципе, и последовательно, и со случайным доступом писать. Он последовательно тоже умеет хорошо, а вот писать со случайным доступом он умеет очень плохо и довольно сильно начинает дегодировать. Поэтому первая вещь, на которую стоит обратить внимание, когда вы выбираете устройство, допустим, для своей базы данных, либо для своего какого-то сториджа, то понять, что вы будете делать. Вы будете писать, в каком режиме вы будете писать, либо читать, опять же, в каком режиме вы будете читать. Итак, устройство хранения. Ну, наверное, все знают, что такое HDD диски, примерно представляют, как они устроены, и ввиду их физических особенностей они умеют только читать и писать последовательно. Ну, умеют хорошо это делать. То есть они умеют, конечно, и со случайным доступом работать, но эти операции, они на порядок медленнее, чем при последовательном доступе. Основной характеристикой дисковых устройств, помимо скорости работы, является размер блока данных, с которыми они работают. То есть все устройства, они имеют блочную адресацию, поэтому внутри себя они оперируют таким понятием, как страница. И эти страницы бывают 4, 8 или 16 килобайт размера. Ну, может быть, 2. То есть вот мне встречались наиболее… Ну, такой размер страниц наиболее распространен с теми устройствами, с которыми я работал. Почему эта характеристика очень важна, я скажу чуть позже. Сейчас на смену HDD дискам приходят SSD диски, которые уже умеют решать проблему случайного чтения. И они это делают довольно эффективно ввиду внутреннего параллелизма. У них есть несколько шин данных, через которые они умеют обслуживать одновременные запросы на доступ к данным. То есть если HDD диск имел только одну головку, которая требовала перепозиционирования для случайных чтений, то в случае SSD дисков у них уже нет движущихся частей, и они умеют, в принципе, хорошо обслуживать запросы на случайное чтение. Но они тоже не стоят на месте, SSD диски, и они эволюционируют. Появляются все более умные устройства, которые умеют больше внутренней памяти, более умные контроллеры, более умные алгоритмы доступа. И за счет этого они пытаются решить оставшуюся проблему. Собственно, пытаются улучшить случайную запись так, чтобы она тоже хорошо работала. Большинство SSD дисков, с которыми мне приходилось сталкиваться, строятся на такой штуке, как NAND Flash. Условно все устройство можно разделить на те самые страницы по 4,8-16 килобайт. Эти страницы объединены в блоки по 128 или 256 штук. И вот эти два понятия нам понадобятся чуть дальше. То есть мы понимаем, что все устройство внутри себя дорисуется страницами, и еще существует группа страниц, которые мы называем блоки. Рассмотрим типичную схему записи каких-то данных на устройство. Вы, допустим, попросили записать лонг внутри файла по какому-то смещению. Когда приходит запрос на устройство контроллер, что делает? Он находит страницу с тем участком файла, который вам требуется модифицировать, читает данные в свой внутренний буфер, проводит модификацию, то есть перезаписывает тот самый лонг и потом пишет снова. Что очень важно, он пишет, он не умеет перезаписывать ту страницу, которую он прочитал. Все изменения пишутся только в новые, в чистые страницы внутри блока. Тем самым, неважно сколько байт вы пишете, если вы пишете меньше размера страницы, внутри устройства вы будете все равно перезаписывать страницу целиком. И существует такой термин, как write amplification, который говорит нам о том, что мы создаем усилий больше, чем нам нужно, для того, чтобы записать данные. То есть если данных меньше, чем размер страницы, то мы неэффективно расходуем внутренние ресурсы устройства, потому что данных мы все равно пишем столько, сколько у нас размер страницы. Да, и что более важно, мы всегда пишем в новые страницы, тем самым память внутри устройства у нас когда-то закончится. Но что же нам делать в такой ситуации? Нам нужно придумать, как нам эту память освобождать. Именно поэтому существует блочная структура, потому что NAND Flash умеет очищать только блоки. Он не умеет очищать индивидуальные страницы. Тем самым, что делает контроллер, когда понимает, что места осталось мало? Он берет и копирует последнее состояние страниц. То есть у него есть свои индексы, он знает, какие страницы свежие, какие не свежие. Он просто берет последнее состояние страниц, копирует их в свободный блок и очищает блок целиком. Вот эта процедура перекладывания свежих данных в отдельные чистые блоки – это так называемый внутренний GC, который в целом может создавать определенную… увеличивать вашу latency операцию в определенных случаях, когда вы попадаете на такой GC. Итак, что нам стоит запомнить? Что диски работают со страницами, и нет никакого смысла писать данных меньше, чем страниц. То есть если вы можете буферизировать свою запись или… Ну, запрашивать, конечно, тоже стоит сразу больше, чем одна страница. И если вы хотите записать какие-то данные, то лучше буферизировать их, чтобы накопилась хотя бы одна страница, которую вы можете записать. Если вы пишете меньше размера страницы, тем самым вы увеличиваете внутренние циклы перезаписи, и ваше устройство, скорее всего, выйдет быстрее из строя, нежели если бы вы писали постраничным. Потому что внутри будет больше циклов перезаписи. И существуют иногда процедуры GC, которые приводят к тому, что наши операции дольше обслуживаются, мы можем иметь более высокий latency на определенных операциях. Если вы будете писать меньше размер страницы, то вы больше будете забивать внутреннюю память, и GC будет происходить чаще. Итак, идем дальше. Условно всю оперативную память можно разделить на два региона. Это память под управлением еда операционной системы и память под управлением процессов. Та память, где находится наш рантайм-приложение. Когда приложение хочет что-то прочитать или записать в файл, оно никогда не делает это напрямую и всегда делает это через системные вызовы операционной системы. То есть это значит, что наше приложение просит EDO что-то прочитать или записать, и уже EDO, используя свой дайвер устройства, может делать эту операцию. Очень важный момент заключается в том, что если смотреть на GDK версии 8, на котором я делал все эти примеры, то все вызовы блокирующие, и тем самым, когда мы делаем операцию чтения или записи, мы блокируем текущий поток до того момента, пока еда операционной системы не обслужит этот запрос. Это приводит к контекст свитчингу потока, что на горячем пути приложения может создавать довольно-таки негативный эффект. То есть если вы хотите что-то писать или читать, лучше это делать в отдельном потоке, если у вас горячий путь. Что мы делаем в тот момент, когда у нас есть медленный ресурс? То есть диск – это очень медленный ресурс, и любой, даже самый быстрый диск будет работать медленнее, чем оперативная память. Мы начинаем кэшировать, и разработчики операционных систем решили поступить так же. Они выделили определенный регион, в который будут загружаться те данные, которые наиболее часто запрашиваются из файлов. Тем самым мы будем просто кэшировать те страницы, которые читаем, внутри оперативной памяти, и если какой-то процесс пытается обратиться к этому файлу, он сначала, ну, ядро сначала проверит, есть ли данные в пэч-кэше, и только потом произведет операцию чтения с девайса, если эти данные не были загружены. То есть это довольно сильно ускоряет чтение в случаях, когда мы читаем одни и те же данные. То есть какие-то загрузки библиотек, либо каких-то общих ресурсов, которые используются несколькими процессами. Ну, кто работал с файлами, наверное, делал это следующим образом. Когда меня попросили прочитать из одного файла, прошу прощения, прочитать из одного файла и положить в другой данные, я воспользовался input-output-стаймом и сделал это следующим образом. Но почему-то мой Team Lead остался недоволен этим примером. Собственно, файлы input-output-стайм, они хороши для последовательных операций. Input-стайм, собственно, читает последовательно, а output-стайм пишет. Что нам нужно делать, если у нас требуется случайный доступ? Нам нужен еще random-access файл. То есть нам нужно TAI объекта, чтобы работать над одним файлом и в зависимости от типа доступа к этому файлу нам нужно использовать разный объект. Ну, это, наверное, не очень удобно. И разработчики GDK на такой случай сделали такую вещь, как файл-ченел, который позволяет нам в любом режиме работать с файлом. Плюс еще и дает гарантии thread-safety. И вот этот файл-ченел можно использовать на гопоточной среде, не опасаясь за какие-то проблемы, связанные с конкарненцией. То есть мы умеем через него читать, писать по смещению, читать, писать последовательно. Очень удобная штука, и в дальнейшем я рекомендую всем ею пользоваться и не пользоваться импутово-подстаймами. Тот же самый пример на файл-ченеле будет выглядеть следующим образом. То есть мы уже работаем не с byte-ареем, а с byte-баффером. Это такая более удобная обертка над byte-ареем, у которой есть специальные курсоры для того, чтобы более удобно писать или читать файл. Вот я вначале сказал, что последовательное чтение довольно распространенная операция. Такой небольшой псевдокод на BASAL, когда мы читаем какие-то данные из файлов в наш буфер. Пример сделан так, что мы начинаем читать с нулевого смещения, и я буду предполагать, что мой буфер выровнен как раз по размеру блока моего устройства. То есть будем считать, допустим, 4 килобайта. Собственно, что происходит, когда мы делаем вот этот метод read, file-channel-read? Что происходит в операционной системе? Мы делаем вызов. Операционная система проверяет, есть ли эти данные в page-cache. Если их нет, то загружает их туда и создает копию, копирует в виртуальную память нашего процесса данные из page-cache. Все отлично. Но что происходит в той ситуации, если мы будем читать по невыровненному смещению? То есть мы возьмем и сделаем смещение на полстраницы. Будет примерно все то же самое, за исключением того, что нам потребуется в два раза больше операций. Нам нужно будет две проверки на наличие данных в page-cache, чтение двух страниц диска, что существенно медленнее, загрузка двух страниц, и копирование части одной страницы и части другой в виртуальную память нашего процесса. Тем самым, когда мы делаем невыровненное чтение или запись, мы тратим больше ресурсов, чем могли бы для того же самого объема данных. То есть буфер размер не поменял, просто поменялось смещение, но ресурсов нам потребовалось уже больше для того, чтобы прочитать этот же объем данных. Об этом стоит помнить. Вот тоже набросал бенчмарк небольшой. Надо объяснить, что такое персентили. Есть те, кто не знает? Отлично. Тогда скажу пару слов. Условно говоря, персентили, это значит, что нулевой персентили, у нас любой запрос не работал быстрее, чем 1692 нс. То есть 99 персентили говорит о том, что 99 запросов не работали быстрее того или иного времени. Какой вывод можно сделать из этих графиков? Что просто невыровненное чтение для любого запроса уже дает 15% разницы во времени выполнения, то есть во времени доступа. И при увеличении, так сказать, персентили, когда более редкие операции происходят, то разница может достигать 89%. Если у вас приложение требовательное к лейтенси, то выравнивание может вам дать довольно существенный прирост, если вы можете выровнять свои данные по размеру страниц. Как я и говорил, последовательное чтение это очень-очень распространенный кейс, и поэтому разработчики операционных систем решили, что сделаем-ка мы оптимизацию для нашего кэша и начнем загружать данные больше, чем потребовалось, на случай, если вдруг они окажутся нужны. То есть вы читаете последовательно, операционная система видит, что паттерн доступа последовательный и решает дотянуть часть данных, которые не запрашивались. При следующем обращении мы уже идем в пейдж-кэш и читаем данные оттуда. Тем самым минимизируем время ожидания между тем, как данные загрузятся и тем временем, когда они окажутся в нашей виртуальной памяти. это очень мощная штука, которая позволяет довольно сильно ускорить последовательное чтение, за исключением того, что это не всегда желательное поведение. Мы, предположим, у нас довольно часто бывают ситуации, когда бы мы не хотели читать в таком режиме, если у нас, допустим, тип ногоузки как случайное чтение. И вот чтобы регулировать этого поведения, есть такой метод, есть такой системный вызов, как Advice, который дает рекомендацию операционной системе и говорит о том, в каком режиме мы хотим работать с файлом. К сожалению, в GDK нет реализации этого вызова и пришлось воспользоваться библиотечкой, чтобы сделать такой вызов. Но в целом все довольно просто. Нам нужно из файл-ченела достать дескриптор и сделать вызов мем по SIX Advice с указанием для какого файла и для какого участка файла или файла целиком, вот в моем примере для файла целиком, мы хотим дать определенную директиву. Опять же, в моем примере я говорю, что я хочу с этим файлом работать со случайным доступом. И вот вероятнее всего операционная система примет эту рекомендацию и не будет пытаться читать что-то вперед для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, на диск. Существуют вот разного рода директивы и они в принципе могут быть довольно полезны, если вы точно знаете, как именно вы работаете с файлом. То есть всегда стоит попробовать воспользоваться этим методом Advice. Если вы знаете свой паттерн доступа, то возможно ваш конкретно тот участок кода, который работает с IEO, станет работать чуть быстрее и меньше создавать нагрузки на диск. Итак, что здесь нам важно запомнить? Что всегда стоит читать или писать выровненными страницами, если это возможно. Это экономит ресурсы как операционной системы, так и диска. Писать лучше полностью заполненные страницы. Опять же, это более эффективное расходование ресурсов операционной системы, а также диска. Пейдж кэш – это кэш на уровне операционной системы, который довольно-таки умный, может сам определять, что выгружать, что загружать. Но в целом в нем есть разные стратегии работы и одна из самых распространенных – это AIDA-Head, когда данные будут поэффечиться до того момента, как мы их запросили. И операционная система попытается пойду гадать, что нам понадобится при следующем запросе. Но было бы все так прекрасно, если бы не было грустно. Следующая вещь. Представим, что у нас есть какая-то библиотечка, которая нужна всем процессам. И мы хотим ее прочитать. Когда мы читаем, как я уже говорил ранее, мы копируем данные из пейдж кэша в виртуальную память нашего процесса. То есть у нас в один момент времени может находиться очень много копий одних и тех же данных. А есть ли возможность работать с файлом, не копируя данные в виртуальную память нашего процесса? Да, такая возможность есть. Существует системный вызов mmap, который позволяет нам связать файл или участок файла с оперативной памятью и работать с этим участком как с байт-буфером, без копирования данных в виртуальную память нашего процесса. То есть если у нас есть какой-то файл, мы открываем файл channel, говорим mmap, и он возвращает нам байт-буфер. Все, теперь с этого момента мы можем работать с файлом как с байт-буфером, то есть как с обычной памятью. И это довольно мощная вещь, но там существует очень много подводных камней, о которых я не смогу сейчас всех рассказать, но зато он и там основные моменты. Так как в этот момент, когда вы используете mmap, вы уходите от файлов и переходите к работе с памятью, вы уже не можете получить IEO exception. Если что-то произойдет с вашим файлом, пока вы работали с mmap, вы вряд ли об этом узнаете. У mmap существуют определенные лимиты, и если приложение использует mmap, то при увеличении количества нагрузки или количества данных в один прекрасный момент вы можете дойти до этого лимита, и, собственно, ваше приложение также свалится с ошибкой. Вот пример, как, в принципе, получить доступ к файлу, используя mmap. Вот в данном примере я просто сказал, что я буду работать в режиме чтения записи на весь файл и получил mmap.byte-буфер. У mmap.byte-буфера это, по сути, тот же самый байт-буфер, только с дополнительными методами, которые так или иначе влияют на работу с файлами. То есть у него есть метод load и есть метод force, который, собственно, метод load загружает данные, то есть он погревает, так сказать, наш кэш, а force синхронизирует те данные, которые мы записали, синхронизирует их с диском. Очень мощная и удобная возможность. Да, еще существует такой момент, что замапить вы не можете больше 2 гигабайт, и если вам потребуется мапить файл большего размера, вам придется самому думать о том, как организовать вот несколько буферов так, чтобы с ними было удобно работать. Та же схема будет с мапом выглядеть следующим образом. Несколько процессов сделают вызов мапа, получат мап от байт-буфера указатели, и все. Не будут никакие данные копироваться. У мапа есть несколько режимов работы, и в режиме short mode все модификации любого из процессов будут видны другим процессом. Тем самым мы можем на мапе, на мап файле, построить вообще межпроцессорное взаимодействие. Ой, межпроцессорное. Прошу прощения. Итак, что нам делать в той ситуации, когда нам не нужен мап, и мы вообще хотим не думать о том, что у нас есть какой-то кэш. Потому что кэш не всегда работает на нас. В некоторых ситуациях мы хотим иметь полный контроль над теми данными, которые мы читаем или пишем. Есть такая директива для системного вызова FileOpen, которая называется O-Direct. Она говорит о том, что мы будем с этим файлом работать напрямую и сами хотим управлять тем, что мы читаем и пишем без всякого кэша, то есть чтобы ничего не кэшировалось. Схема взаимодействия будет следующим образом. На каждое чтение мы будем делать каждый раз чтение в девайс, на каждую запись будем делать запись в девайс. Тем самым пейдж кэш полностью отключается и дает нам, ну такая возможность, дает нам более точный контроль над тем, что мы читаем и пишем. Собственно вопрос, наверное, а зачем это нужно? Ну вот если брать наше приложение, мы как бы база данных, и у нас есть своя страничная модель. И наши данные, кроме нас, никто не может не читать и писать. Собственно, зачем нам держать их в кэше? Зачем нам использовать часть оперативной памяти под кэш для тех данных, которые и так у нас есть и которые полностью находятся под нашим контролем? И нам выгоднее всегда читать через ODAICT, чтобы не создавать дополнительные копии в оперативной памяти. Но ODAICT это более низкоуровневый API. Он требует определенной работы с тем, как вы будете работать с файлом. То есть уже нельзя читать или писать невыровненно. В случае таких операций вы будете получать ошибку. И если мы захотим запилить свой велосипед, то мы можем воспользоваться такой вещью, как GNA, и объявить, ну вот такой классик, сделать Native Agist, который зарегистрирует все методы этого класса и свяжет их с системными вызовами. Тем самым мы сделаем свой файл-чанел, только хуже. Но иногда это нужно. Иногда это нужно, когда нужен точечный контроль над тем, что вы читаете и пишете. И пример записи и чтения будет выглядеть следующим образом. Мы уже не можем, как сказать, алоцировать буфер какой угодно. Нам нужен буфер, который выровнен и по памяти, и по записи в диск. То есть мы алоцируем буфер, даем флагу direct, открываем файл, получаем поинтер, обертку над адресом, куда мы будем писать, и делаем вот эти наши вызовы чтения и записи. То есть схема работы остается той же, за исключением того, что мы сами создали класс myDirect, и у него есть нативные вызовы, которые вызывают систем колы для чтения или записи. Что здесь стоит отметить и запомнить? Что emap позволяет нам избежать лишнего копирования в виртуальную память нашего процесса. То есть если мы хотим, опять же, писать или читать быстрее, мы можем избежать излишнего копирования и просто сразу писать в emap файл. У него есть лимиты, о которых стоит помнить, прежде чем начать с ним работать. emap вообще довольно-таки большая тема, наверное, про нее можно сделать даже отдельный доклад. O-Direct – это такая директива, которая позволяет нам отключить пейдж кэш, и можно уже не думать о том, что что-то кэшируется, не переживать за то, что память будет расходоваться неэффективно. Итак, этот пример я уже показывал. Мы что-то читаем из одного файла, перекладываем в другой. У кого-нибудь есть подозрения, что здесь не так с этим кодом, или все нормально? Allocate не тот. И все? Ну ладно, давайте разбираться. Итак, когда мы работаем с файлами, как я и говорил, мы работаем через системные вызовы. И внутри файл-чанела есть такой вызов, метод чтения с указанием адреса. То есть подразумевается, что мы делаем системный вызов и говорим операционной системе, сколько байт из какого файла, куда нужно прочитать. То есть операционная система читает данные для нас в виртуальную память нашего процесса по какому-то адресу. И тут, собственно, возникает вопрос. Мы же обычно работаем с хиповыми буферами, да? А откуда нам взять этот адрес? Давайте взглянем на то, как это изображено внутри файл-чанела. Если мы используем хиповый байт-буфер, мы делаем операцию чтения, а нам нужен какой-то адрес. Ну, очевидно, будет создать direct-буфер, у него есть адрес, он где-то во в хипе, почитать в него и скопировать назад. Вроде бы хорошо, но опять появляется дополнительное копирование. При том, что direct-буфер алоцировать каждый раз и диалоцировать, наверное, невыгодно, поэтому в файл-чанеле есть такая вещь, как bufied-cache, которая кэширует созданные direct-буферы для того, чтобы их можно было переиспользовать. Но, тем не менее, мы имеем еще одно внутреннее копирование, перекладывание с места на место, если используем хиповый буфер в качестве буфера для операции чтения или записи. Итак, внутри файл-чанела что он делает? Первым делом он поверяет, а не был ли переданный нам буфер, собственно, instance of direct-буфер. Если да, то он умеет читать прямо в него. А если нет, то берет или пытается алоцировать этот буфер из bufied-cache, делает то же самое чтение и перекопирует в наш пользовательский буфер. Возвращает. Собственно, довольно много лишней работы. И, так сказать, если вам нужен высокий труб, это будет сильно заметно. Вот это лишнее перекладывание будет вам создавать довольно-таки большую разницу в труботе. И я посмотрел, по увеличению размера буфера, очевидно, данных больше нужно перекопировать. И вот размер оверхеда, разница между труботом на direct-буфе и на hip-буфе, она растет. Собственно, в принципе, при больших буферах будет очень большой оверхед на перекопирование байт. Итак, можно сделать allocate-direct, воспользоваться direct-буфером и избежать этого лишнего копирования. Но нужно понимать, что direct-буфер не деаллоцирует память, пока не соберется GC. Тем самым, все, что вы нааллоцировали, будет где-то в оверхеде висеть до тех пор, пока GC не соберет вот этот буфер. Нет поймого контроля, чтобы освободить эту оверхедовую память. Итак, что стоит помнить про буфер-ед кэш? Что это tight-local структура, что может быть довольно-таки неочевидно, когда в многопоточной сайде вы делаете запись каких-то больших буферов или чтения, и у вас очень много в хипа будет отжираться под эти буферы, потому что структура tight-local, и тем самым у каждого потока будет свой кэш, в котором будет сколько-то буферов, с которыми вы работали. Вот по дефолту, размер этого кэша 1024, ну на моем устройстве, конечно, у вас может это значение отличаться, Это значит, что если вы писали монотонного заостая по размеру буфера, каждый раз не было такого буфера в кэше, его приходилось алоцировать, то довольно существенный кусок оффхипа будет отожжен под этот кэш. Чтобы такого не происходило, можно систем по оперте подкрутить значение размера буфера, которое максимально будет кэшироваться. То есть любой буфер большего размера просто будет каждый раз алоцироваться заново. Итак, вот у метода чтения возвращаемый тип это int. Кто знает, какие значения int может принимать? Неужели никто? Что это значит? Ага, конец файл. И не только. Еще этот int говорит нам о том, сколько байт мы прочитали. Это довольно-таки неочевидная вещь, что мы вроде просим прочитать сколько-то, а нам могут вернуть меньшее значение. И как это выглядит? То есть мы просим прочитать 4 килобайта. Операционная система не прочитала все, сказала, вот столько прочитала, вернула. И вот этот int будет иметь то значение, сколько байт мы прочитали. Тем самым наш пример, по аналогии в write делает то же самое. В случае, когда мы пишем, мы можем недозаписать и тем самым вообще получить поврежденный файл. Самый пример, когда мы делали чтение просто в буфер, не проверяя, сколько байт мы прочитали, он в принципе не всегда корректно работает. И стоит делать проверку, а все ли мы прочитали все, что хотели. То есть если у нас у буфера были выставлены позишн и лимит, то мы, наверное, ожидали бы прочитать столько байт, сколько находится между позишн и лимит. Тоже относится и к чтению. То есть это довольно-таки жизненный кейс, потому что в одном месте в нашем приложении не было такой проверки, и под высокой нагрузкой мы не писали всю страницу целиком, а потом получали битые данные и долго разбирались, а как же так мы получаем битый файл. А просто потому, что не все данные с буфера были записаны. Ну такая глупая ошибка, но встречается. Итак, внутри файл-чанела так или иначе запись возможна через только direct буферы, потому что у них есть off-hip указатель. Поэтому если вы используете хиповый буфер, происходит дополнительное копирование внутри. И всегда стоит проверять, сколько байт вы прочитали или записали, потому что в худшем случае вы можете повредить файл, в лучшем не дочитать те данные, которые ожидали. Идем дальше. Сейчас буду рассказывать про все грабли, с которыми мы столкнулись. Как я и говорил, файл-чанел, он thread-safety, и в принципе его можно использовать в многопроточной сайде, не опасаясь каких-то серьезных проблем. Но что произойдет в случае, когда у нас есть вот файл-чанел, и мы делаем из нескольких потоков операции чтения? Как думаете, что произойдет, если попытаться остановить один из потоков? Ну, то есть дать интерапшн на, то есть, thread-2. Ничего плохого? В принципе, я тоже так думал. На втором? На втором. А на первом он дальше будет читать. Ключевой момент. По интерапте любого потока, который производит операции с файл-чанелом, если он находится сейчас в ожидании системного вызова, то файл-чанел будет закрыт. Что само по себе неплохо, но неэффективно, когда у вас имеется многопоточный доступ, и всем придется заново переоткрывать файл-чанел, чтобы продолжить свою работу. Как правильно коллега заметил, мы будем получать close by interrupt exception, и стоит заранее подумать о том, как мы организуем многопоточную работу с файлом, чтобы их было удобно прерывать, но они не закрывали файл-чанел для других потоков, которые работают с этим файлом. Давайте разберемся, почему же такое происходит, точнее, как это реализовано. Все блокирующие вызовы внутри файл-чанела, которые уходят в систем колы, они обернуты такой конструкцией, как begin и end, и, собственно, метод begin имеет следующий код. Он создает такой объект, как интерактор, который имеет в себе логику по закрытию канала, и метод block on выставляет этот объект внутрь переменной thread, и в случае перерывания на этом трейде файл-чанел закрывается. Вот такая особенность. Итак, идем дальше. Открываем много файлов. Кому приходилось открывать сотни или тысячи файлов, или сотни тысяч файлов? Ну, видимо, ни у кого таких проблем не возникнет. Но это такой довольно-таки тоже жизненный use case. Многие базы данных умеют партиционироваться, и если вы, допустим, поставите большое количество партиций, то там могут быть сотни тысяч файлов открыты в рамках одного процесса. Как думаете, сколько итераций выполнит этот код без ошибок? Зависит от настроек операционной системы. В целом совершенно верный ответ, и на это стоит обратить внимание, потому что ваше приложение может работать год без проблем, а 1 января упасть, потому что кто-то создал там новую табличку или новый кэш и исчерпали весь лимит на количество открытых файлов. Собственно, на моем лаптопе получилось 10211. Довольно-таки маленькое значение, что само по себе не страшно, если вы не пытаетесь на лаптопе запускать продакшн-энварьмент. Итак, подкрутить это можно в настройках операционной системы, об этом тоже стоит помнить. Что прошло? Спасибо за комментарии. Итак, идем дальше. Когда я пришел, опять же, работать, на меня попросили реализовать задачу по копированию файлов, я написал примерно следующий код, я уже не использовал input-output стримы, я уже умный был, файл-чанел использовал и написал примерно следующий код. Но почему-то мой темлит был недоволен. Он сказал, что так делать не стоит. Собственно, как работает этот код? Мы делаем чтение, мы делаем запись и так далее. То есть мы каждый раз копируем данные из одного файла в Delgoy через копирование в виртуальную память нашего процесса. В принципе, довольно-таки лишняя затея, с учетом того, что мы просто хотим данные на диске из одного места переложить в другое. И разработчики GDK сделали для нас такой удобный метод, как transfer to. В Linux есть системный вызов, который позволяет сделать zero copy, то есть без копирования в память нашего процесса, сделать копирование из одного файла в другой. И это выглядит следующим образом. У нас есть source файл, есть desfile, мы делаем, говорим, transfer to с такой-то позицией, столько-то байт и просто одним вызовом, минуя дополнительное копирование, делаем копирование из одного файла в другой. Все прекрасно. Работает хорошо. И еще у transfer to есть bad-blizznet transfer from, который работает так же, за исключением того, что source и desfile меняются местами. Казалось бы, абсолютно идентичный код, отличающийся лишь тем, в каком направлении и кто у кого запрашивает данные. Казалось бы, работать это должно одинаково. Но если посмотреть в исходники, то для transfer to есть native вызов, transfer to 0, а вот для transfer from такого вызова нет. И тут мне стало интересно, а как же тогда работает transfer from? Если посмотреть, опять же, на реализацию JDK в версии 1.8, то вообще transfer to не всегда делает системный вызов, потому что, в принципе, может операционная система вообще не поддерживать такую возможность. И первое, что он делает, он пытается сделать этот системный вызов. Если возвращается значение, что не удалось, то он пытается сделать mmap. Опять же, mmap позволяет нам не копировать данные в нашу виртуальную память. И если уж mmap не работает, то мы копируем наивно, так же, как в PIMEI ранее. Просто копируем в буфер в нашей виртуальной памяти и перекладываем в другой файл. А вот transfer from, как оказалось, работает только с mmap и только в случае, если это был файл channel impel или его наследники. И в целом можно сказать, что transfer from менее предпочтительно использовать, потому что в ситуациях, когда вам нужно получить меньшее время операции на копирование, transfer to будет работать быстрее. На этом графике, в принципе, видно, что по увеличению размера файла direct copy он довольно-таки сильно выигрывает относительно transfer from, который использует mmap. График не сильно наглядный, но вот сейчас покажу табличные значения и здесь будет уже чуть более похоже. Если смотреть на transfer to и transfer from, у одного там TI уровня копирования, у догова два, и в случае, допустим, 10 мегабайт у меня получилось, что вот zero copy через системный вызов занял 4 миллисекунды, а mmap 12. То есть довольно-таки существенная разница. Итак, что нам здесь стоит запомнить? Используйте direct буферы с файл-ченелом там, где вам важна низкая latency, потому что использование хип-буфера приводит к дополнительному копированию из одного места в другое, что влияет на время вашей операции. Всегда проверяйте, сколько байт записали или прочитали, чтобы не получить поврежденные файлы. И прерывайте потоки с умом. В принципе, самый классический способ избежать той проблемы, о которой я говорил, это использовать async-файл-ченел, который, в принципе, на любую операцию вам может дать фьючер, и вы можете прервать поток, который висит на этой фьючер, не опасаясь за то, что файл-ченел будет закрыт. Итак, выводы, какие мы можем сегодня сделать. Что операционная система наш друг, и нам стоит всеми силами попытаться ей помочь. Поэтому, если вы точно знаете, как вы будете работать с файлом, используйте директиву advice, вероятнее всего, это вам поможет сказать операционной системе, как лучше работать и как лучше использовать page cache. Не используйте, пожалуйста, input-output-стреймы и random-access-файл, потому что это уже прошлый век. Используйте файл-ченел, он в себе содержит все те же возможности, плюс еще и является thread-safety. И следите за лимитами, потому что очень часто, прям серьезно часто бывают ситуации, когда пользователи пишут, что у нас все работало, а вот мы добавили данных, и все упало. Ну вот, они не следили за лимитами. Все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ